Старшие классники одной из школ из штата Вашингтон вернулись домой после 11-ти дневного путешествия в Китай. Во время своего визита в США в ноябре 2023 года председатель Канеры Си Цзиньбин объявил об инициативе пригласить 50 тысяч американских школьников и студентов Китай для культурных обменов и обучения. Как прошла боецка одной из первых групп молодых американцев, воспользовавшихся этим приглашением, в нашем лепортаже. В школе Линкольна города Токома в штате Вашингтон идет распевка перед началом урока музыки. Но многие из этих старшеклассников все еще в мыслях о том, что они называют путешествием всей своей жизни. Совсем недавно завершилась их 11-дневная поездка в Китай с остановками в Пекине, Шэньчжэне, Гуанчжоу и Шэяне. Места, в которых нам удалось побывать, были прекрасны. Мне нравится, как в них сочетаются современность и древность, и мне нравится узнавать, каким раньше был Китай. Из местной кухни мне сначала не очень нравились грибы, а потом я все-таки их распробовала. Это действительно вкусно, ведь их можно приготовить разными способами. Мы посещали в том числе нефтяные компании. Это было здорово видеть, как робот ходит вокруг и проверяет, исправно ли работают все системы. Наблюдать, как у вас на глазах меняется мировоззрение детей – это поистине волшебное зрелище. Большинство ребят сходится в том, что одним из самых интересных моментов поездки было их знакомство с ровесниками – китайскими школьниками. Я действительно встретила много новых друзей. Я пишу им, мы постоянно общаемся в соцсетях. Уже скучаю и хочу навестить их вновь. Одна девушка подарила мне целую кучу подарков. Среди них браслет, который, по ее словам, приносит удачу. Какая-то линейка. Она сказала, что если кто-то воспользуется линейкой на экзамене, то все будет хорошо. Я подумала, как это мило. Я положила линейку в свою сумку. С тех пор она всегда со мной. Школьников ожидал сюрприз. Во время посещения офиса Центральной медиакорпорации Китая их попросили спеть китайскую песню на поле надежды в прямом эфире. Я впервые попал на сцену и смог выступить перед такой огромной аудиторией. Поначалу нервничал, но взял себя в руки и перестал думать о том, что наше выступление в прямом эфире смотрят миллионы людей. Для братьев Тэй одним из самых запоминающихся моментов стало то, как они сначала пели свои любимые песни, а потом обучали их исполнению китайских школьников. Когда мы пели, все были в восторге. Круто, что я смог научить некоторых ребят играть на укулеле. У наших школьников есть возможность познакомиться с этой замечательной культурой, существованием которой они даже не подозревали, не считая сухих сведений из учебников. И поэтому я убежден, что теперь они будут продолжать стремиться исследовать, возможно, другие части Китая и другие уголки мира. Одна из участниц поездки, Монсеррат, планировала после школы изучать библиотечное дело. Теперь она считает, что Китай был бы отличным местом для обучения. Эта поездка определенно укрепила в моем сердце мысль о том, что я хочу учиться за границей. Я действительно этого хочу. Я думаю, что для получения образования это был бы замечательный шаг. Я хочу возвратиться в Китай, вернуться и воссоединиться со многими людьми, которых я там встретила. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!